Большой театр в любом государстве, где он находится, это флагман культуры, это центральное учреждение культуры, от этого никуда. Это учреждение, которое занимается высоким искусством. В Беларуси это действительно один из лучших учреждений. Это не только здание, которое массивная и довольно-таки большая материально-техническая база. Самое главное это в любом учреждении, это люди, которые работают. Большой театр это, скажем так, если можно выражаться, собрание наиболее интеллектуальных, наиболее талантливых людей, которые своим опытом, своим трудом, скажем так, добывают славу. Поэтому учреждению, соответственно, позиционируют это учреждение как ведущее учреждение культуры. Здесь очень большая ответственность, поэтому были определенные опасения, были раздумки. Я консультировался с другими людьми, но я думаю, что должно все получиться. Я человек, который довольно-таки активный, не люблю сидеть на месте. Поэтому для меня это серьезный опыт, серьезные решения. И буду делать все возможное для того, чтобы оправдать то доверие, которое было и со стороны министерства, и со стороны других органов государственного управления, которые возложили на меня эти функции, для того, чтобы коллектив действительно развивался и творчество действительно развивалось. Я думаю, что любой образованный человек, любой человек с высшим образованием, либо который считает себя интеллектуальным человеком, обязательно в порядке должен посещать это место. Во время учебы в Академии управления я был здесь частым гостем. И это было событие. Выход в Большой театр — это было событие. Я думаю, что посещение любого театра — это всегда достаточно такой серьезный, требует подготовки моральной и прочтения дополнительной литературы, чтобы подготовиться к тому, что ты увидишь. А уже когда ты смотришь, ты уже через собственное восприятие оцениваешь, насколько автор, насколько режиссер, насколько они смогли воплотить все свои ощущения, когда ты готовился к просмотру той или иной постановки, и какие впечатления ты получишь. Балет «Лебединое озеро» довольно-таки известный. Все-таки это классика. В юном возрасте, к сожалению, не попадал в такие учреждения, но я думаю, что воспитывается это все-таки с юности, с молодости, когда человек только формируется, формируются его культурные какие-то мировоззрения. Были сложные времена, и мы немножко, скажем так, упустили вопрос по... Ну, не упустили, ни от нас это все зависело, вопрос проведения масштабных форумов театрального порядка, и оперных, и балетных. Я думаю, что в этом году, невзирая на какие сложности, мы сейчас готовим, и оно пройдет в этом году, вечера Большого театра в замке вне свежегородивилов. У меня очень открытый стиль руководства, я разговариваю вне зависимости от рангов, званий, стажа, работы в этом учреждении, со всеми людьми абсолютно, и для меня важен контакт с каждым работником. Поэтому я готов к общению, и двери моего кабинета всегда открыты, и я надеюсь, что мы найдем контакт с каждым человеком, который работает в этом театре. Пока для меня важна работа, я хочу максимально быстро вникнуть в те процессы, которые проходят. Главной задачей, я считаю, сейчас разобраться и в документах, и в обязательном порядке, посмотреть и познакомиться с теми людьми, которые обеспечивают работу этого учреждения для того, чтобы наладить определенный контакт, и чтобы у нас было понимание, какие есть требования, какие есть, может быть, проблемы, какие не первоочередные, необходимо решать. В процессе согласования и подготовки Министерство культуры также обозначило проблемный круг вопросов, на которые надо заострить внимание в первую очередь, будем ими заниматься. Ну и я думаю, что еще ряд проблем, таких более мелкого порядка, в общении с людьми будут высказаны, ими придется тоже заниматься. Я думаю, что должность и деятельность любого руководителя учреждения культуры может быть не в значительной степени связана с творчеством, зависит и, скажем так, должна быть направлена на создание благоприятных условий для того, чтобы это творчество жило. Для того, чтобы люди, которые работают в этом театре или служат театру, чтобы у них было желание творить, чтобы муза, которая их должна посещать и посещает, чтобы она была минимально обременена какими-то там бытовыми вопросами или проблемами, или трудностями, чтобы техническое обеспечение позволяло воплощать все задумки и авторов, и режиссеров, и постановщиков, чтобы были созданы комфортные условия, чтобы было желание творить, творить и развиваться.